2016 год. Его наступление россияне встречали с некоторым опасением. Высокосный, сулящий бедствия и нестабильность. Сегодня, подводя итоги, с уверенностью можно сказать, 2016-й стал для всех нас судьбоносным. Это год кардинальных перемен, год напряженного труда и, как итог, год побед и свершений. В тесном взаимодействии с губернатором Валерием Васильевичем Радаевым, правительством области, общими усилиями удалось не просто решить многие из текущих задач, но и начать процесс преобразования города, выводя его на новый уровень развития. Впервые за последние 4 года отмечается рост инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города. Объем капиталовложений увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% и превысил 18 миллиардов рублей. В текущем году открыт крупный торговый комплекс «Леруа Мерлен» с объемом инвестиций 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это 350 новых рабочих мест. «Саратов» рассматривается в качестве площадки для строительства завода по производству синтетического волокна. Инвестором выступает НПК «Химпромэнженеринг» государственной корпорации «Росатом». Помимо достижений в сфере экономики, быстрыми темпами развивается строительный комплекс. В этом году были утверждены проекты планировки на территории бывшего авиазавода и землях НИИ Юго-Восток. Продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилья, вследствие чего в городе фактически появился новый микрорайон. Иволгина. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев объявил 2016 годом дорог. Название полностью оправдало себя. 600 миллионов рублей было вложено в ремонт улично-дорожной сети в этом году. Благодаря выделению средств федерального и областного бюджетов в Саратове приведено в нормативное состояние асфальтобетонное покрытие около 14% автомобильных дорог. Для сравнения, в прошлом году это был всего лишь 1%. Общая площадь восстановленного покрытия проезжей части составила 634 тысячи квадратных метров. Тротуаров – 17 тысяч. Протяженность объектов ремонта – почти 32 километра. Работы по ремонту и полной замене дорожного покрытия на объектах были завершены еще в октябре. Но дорожники не только уложились в сроки, но и за счет экономии средств бюджета отремонтировали 24 улицы вместо 20. Тысячи саратовцев выражают слова благодарности председателю Государственной Думы, нашему земляку Вячеславу Володину, губернатору области за свои красивые, яркие, комфортные дворы. В рамках реализации партийного проекта «Наш двор» в городе установлено 283 площадки, в том числе 183 детские и 100 спортивных. Проводились масштабные работы по ремонту дворовых территорий. 102 двора порадовали жителей обновленным обликом. Благодаря реконструкции 25 парков и скверов сегодня выглядят так, будто их только что открыли. В одном из них, сквере имени Гагарина, в Комсомольском поселке, к юбилею первого полета человека в космос был установлен бронзовый бюст Юрия Гагарина. Саратов – старинный купеческий город с богатой историей и ценным наследием. Поддерживать, а зачастую и восстанавливать эту красоту – одна из задач, стоящих перед муниципалитетом. Реконструкция фасадов зданий на Московской вернула улице исторический облик и быловые очарования. Очень результативно прошел год и для социальной сферы. Обеспечена доступность дошкольного образования. В этом году открылся новый детский сад на 320 мест в поселке Солнечный-2. Открытие еще одного на 80 мест в микрорайоне «Авиатор» состоялось в дни празднования 55-летия первого полета человека в космос. Открылась новая школа, получившая красивое имя «Солярис». 1100 мест, 44 класса, стадион, два спортивных зала, столовая на 360 человек. Этот объект станет самым современным и комфортным общеобразовательным учреждением города. Распахнул свои двери старый тюз. И теперь на сцене детского театрально-концертного учреждения смогут проявлять свои таланты одаренные дети Саратова и области. В этом году город открыл центр пляжных видов спорта. Участок набережной, утопавший в мусоре, превратился в благоустроенную территорию, популярную у жителей близлежащих районов, у молодежи и приверженцев здорового образа жизни. Стараниями руководства региона завершено строительство первой очереди современного лыжного стадиона. Продолжается возведение ФОК «Газовик» – дворца водных видов спорта. Создание комфортной среды, как в кварталах исторического центра, так и в районах современной застройки – это еще один стратегический ориентир деятельности администрации. Начата работа по превращению Саратова в город без окраин. По инициативе председателя Государственной Думы, нашего земляка Вячеслава Викторовича Володина, после долгих лет забвения серьезное внимание уделяется комсомольскому поселку. Жители всего города заслуживают комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой. 4 ноября 2016 года улица Волжская получила статус пешеходной зоны и стала еще одной крупной саратовской достопримечательностью, внеся огромный вклад в развитие туристской привлекательности города. Этот проект стал возможен также благодаря нашему земляку Вячеславу Викторовичу Володину. Теперь Волжская – это место притяжения творческой молодежи и людей, интересующихся историей. Пожалуй, как никогда насыщенной и разнообразной в 2016 году была культурная жизнь города. Огромное количество праздников, фестивалей, конкурсов, объединивших саратовцев всех возрастов и социальной принадлежности. Каждое мероприятие проводилось неформально, в каждом была своя изюминка, как, например, самый большой блин, испеченный на масленицу. В празднование 55-летия первого полета человека в космос было пронизано энергией добра и позитива. Фестиваль «Саратовский калач» еще раз акцентировал внимание горожан и гостей на знаменитом продукте, ставшем символом нашего региона. «Саратовский калач», «Саратовская гармонь» – одновременно легендарные и современные бренды, способные вызвать интерес к городу у всех любителей истории. Международным культурно-историческим событием года стала реализация проекта «Укек-Волжская троя между Востоком и Западом», в рамках которого был проведен пятый фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового города». Он вышел на международный уровень, приняв в свои ряды участников из Азербайджана, Израиля, Франции, Китая и других стран. Фестиваль посетило рекордное количество гостей – около 50 тысяч человек. Небывалый размах, креатив, чувство единения отметили все, кто побывал в Трельнем Укеке в тот день. Событие стало поистине незабываемым. И все же главный праздник года – Новый год. Город уже с начала декабря украшен сияющими гирляндами, красивыми световыми скульптурами. На многочисленных площадках проводятся предновогодние праздничные мероприятия. Провожая 2016 год, мы без всякого преувеличения можем назвать его годом свершений и побед. Дороги, дворы, парки и скверы, новый микрорайон, детские сады и школы, спортивные объекты, культурные мероприятия. Темпы преобразований ошеломляют, планы поражают воображение. Благодаря поддержке Вячеслава Володина в следующем году будут воплощены в жизнь еще несколько грандиозных проектов. Намечено открытие нового пляжа, что значительно изменит среду городского пространства и станет настоящим прорывом в области урбанистики. Полным ходом идет общественное обсуждение этого проекта. Продолжится ремонт улично-дорожной сети. В перечень автомобильных дорог, подлежащих восстановлению в следующем году, включено 27 объектов общей площадью 504 тысячи квадратных метра. Продолжатся работы по благоустройству саратовских дворов, выполняя задачу, поставленную губернатором, привести в порядок каждую из 1776 дворовых территорий. Будут приниматься все необходимые меры для решения еще одной важной задачи – вывода муниципальных унитарных предприятий на траекторию устойчивого экономического развития. Крайне важным остается совершенствование возможностей для горожан влиять на принимаемые органами местного самоуправления решения. Планируется, что в ближайшие 2-3 года четверть всех нормативно-правовых актов и решений органов местного самоуправления будет охвачена общественной экспертизой. Практика показывает, что у горожан есть интерес к этой работе, появляются и необходимые навыки. Понимая важность диалога с общественностью по всем происходящим в Саратове процессам, глава города Валерий Сараев регулярно встречается с жителями, обсуждая интересующие их темы и отвечая на вопросы. Подводя итоги уходящего года, принято вспоминать все то хорошее, что он принес в жизнь каждого – в жизнь семьи, города, страны. В этом году перемены коснулись всех саратовцев. Мы ездим по отремонтированным дорогам, гуляем с детьми в обновленных дворах и парках, с гордостью приводим гостей на новую пешеходную зону, отмечаем новоселье, любуемся празднично украшенным городом. Это был важный, значимый год, год смелых идей и впечатляющих результатов, год начинаний и свершений. Саратову быть обновленным, красивым, удобным, современным, достойным любви и гордости за него. С этими задачами в новый 2017 год!